всем привет приветствую на своем канале сегодня будет обзор дэвэби т2 ресивера но чем этот ресивер интересен я вам расскажу чуть позже так что смотрите видео до конца чтобы знать итак это тюнер есть белом цвете и в черном черном цвете есть юсб запись передач ну и сейчас посмотрим какая у него комплектация и чем он так интересно вот такая коробка здесь у нас подписано на коробке какие у него есть разъемы юсб 2 и 0 и какие есть функции mp2 mp4 поддерживает mp3 ну сейчас я вам покажу и функции сейчас мы его отложим посмотрим какая у него комплектация но комплекте вот идет такая мануалочка видите веби и север hd h 264 т2 это такое у него название но это как бы но у на им но чем интересными я вам говорю уже покажу чем он интересен и чем он необычен отличается и многие пользователи обрезают именно на эту модель есть такое еще у него питание сейчас посмотрим под 5 вольт 1 ампер 5 ватт на я ну достаточно и такой интересный белый пульт сюда вставляться две батареечки вот такой пультик но обычный стандартный как мой тюнер а просто что с белого цвета ну и давайте посмотрим на сам тюнер давайте это все стороночку и вот сам тюнер посмотрите на его внешний вид видите как он выглядит какая интересная модель интересная форма hd tv 1080p и вот что в нем интересно есть vh а выход вот этот выход через этот выход можно этот тюнер подключать к монитору компьютера поэтому не встречал еще таких тюнеров может некоторых моделей есть но именно в этом можно подключить и с вашего компьютера с монитора сделать телевизор это очень удобно потому что но многие ищут как сделать чтобы смотреть т2 телевидение на своем компьютере и вот помощь этот т2 ресивер есть еще выход hdmi есть usb флешка для подключения флешки чтобы записывать передачи питание и антенный вход больше такого ничего нет здесь кнопочки или замочек ножки такие чтобы он не скользящие такие мягкие здесь еще есть выход под тюльпаны звуки 2 2 звука и видео то уже удобно видите как исполнение в него неплохое ну не такое исполнение на цену кнопочка меню добавление звук и переключение канал и маленькая решеточка для вентиляции вот такой ресивер а сейчас мил подключим телевизору не посмотрим и так подключаем данный тюнер к телевизору и пройдемся по меню попробуем настроить телесигнал вот видите заставка террес триал двт2 и вот такое имени и так включается тюнер выбираем меню и для начала нужно настроить языка здесь нету не русского не украинского поэтому включаем английский ну регион можно выбрать любой и включить поиск каналов но для начала еще нужно здесь активировать и ну страну потом выбрать там австралия надо и по сканируем чтобы найти канал и нужно включить и антенна повар это питание антенны так как у меня антенна наружная поэтому включаем этот режим и нажимаем автопоиск и сейчас над сканируем каналы и посмотрим что мы можем поймать как он быстро сканирует мы вообще что у нас сейчас пойдет вот так вот первая канала уже отсканировалась как вы видите есть название каналов на английском на украинском все читается уже 26 каналов и сканирование идет дольше все наши каналы украинские все сканируется ну в этом тюнере как вы видите нету уровня сигнала поэтому можно отнести к минусам хотя не знаю я считаю что главное сигнал каналов есть сейчас мы их то сканируем и посмотрим скоро сканирование конечно не очень быстрое но уже как есть а и и и и и я думаю достаточно нажимаем на кнопочку exit выход и сохраняем отсканированные каналы итак вот такая у нас картинка как мы видим картинка очень хорошая мне нравится сейчас посмотрим по других каналах указывает вообще отлично никаких проблем все супер сканировается картинка яркая хорошая все как но сейчас пройдемся по меню так первое у нас меню это список канала здесь требуется пароль пароль это нули и вот можно здесь двигать удалять каналы расставлять по своему вкусу это кому как понравится дальше у нас программа передач вот можно тоже смотреть видите тогда как называется или опять же сортировка можно включить или выставлять как удобно по иди по каналу это сортировка каналов и по списках и лсн это тоже установка списков каналов по лс нажимаем на выход дочь картинка 16 на 9 10 на 80 и тв формат можно выставить авто полосе камень ком как надо ну лучше ставить авто пусть уже подбивает потому что надо ну разрешение экрана под свой телевизор 1080 есть еще 720p и меньшие форматы так дальше у нас это уже ему показывал настройка каналов дальше нажал дальше у нас настройка времени авто регион страны и какое время будильни от авто отключения ресивера можно отключить или на один час и он будет отключаться работал час ли север и включение включение выключение можно выставить во сколько он будет включаться типа как будильник и во сколько он будет выключаться дальше у нас посмотрим что у нас меню идет здесь и язык у sd сейчас посмотрим какие есть французские дания итальянский португалия испания славянский английский языки какие языки субтитров можно выставить включить выключить авто язык и автозвук настройки возрастные ограничения нужно выставить примерно до 12 и где будет передачи такого возраста они не будут отображаться пароль можно родительские задать сброс на заводские настройки информации это версия прошивки мы видим модель дайма это дома версии этого ресивера и обновление можно прошивки можно обновлять через избиваешь к установить юсб на форумах найти последнюю версию прошивку ну и обновить и установить новую версию прошивки ну и просмотр мультимедиа вот видите музыку фото фильмы и запись передач это все через флешку и последние фото это как фото будет листаться скоростью 2 секунды 3 выставить как нравится настройка воспроизведение видео и запись фильмов передач интернет функции в этом ресивере нету ну плюс его только из-за того что его можно подключить к монитору компьютеру и смотреть а так интернет не 5 виняту это минус youtube они чем просто обычный кинорок с хорошей красивой картинка для просмотра теле передачи вот и все вот такой обзор это тюна конечно не популярная у нас модель но из-за того что можно подключать к монету так что вот такое получилось видео вот такой обзор всем спасибо за просмотр до новых встреч